Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы рады новой встрече с вами. Вновь в эфире телеканал ЖТСУ, программа «Единый народ». А это значит, что впереди вас ждет увлекательный рассказ о культуре и традиции многонационального народа нашей страны. Итак, сегодня вы увидите. Пропагандируя единство, 10 лет исполнилось клубы ведущих журналистов и экспертов Ассамблеи народа Казахстана. С благодарностью в сердце, как сегодня живет корейская диаспора Алматинской области. Под мотивы Дамбры, этнокультурные объединения готовятся к Национальному дню Дамбры. 28 июня представители средств массовой информации отмечают свой профессиональный праздник – День журналистики. Роль прессы в обществе неоспоримо велика. Они вносят свое лептое укрепление мира и согласия, пропагандируя единство народа Казахстана. Именно такая миссия и возложена на членов клуба ведущих журналистов и экспертов Ассамблеи народа Казахстана, созданного 10 лет назад. Идея о клубе ведущих журналистов по вопросам межэтнических отношений впервые была озвучена Нурсултаном Назарбаевым еще на 15-й сессии Ассамблеи народа Казахстана в 2009 году. Вскоре после этого состоялось открытие республиканского клуба, а уже следом за ним был основан и наш областной. Он был создан как своеобразная школа журналистики. По словам председателя клуба Цалима Идигова, основными его задачами являются укрепление толерантности, сохранение межэтнического и межконфессионального согласия в государстве, гражданского единства, патриотизма и духовно-культурной общности. Когда произошли курданские события, вы знаете, да, в социальных сетях, что творилось, насколько это было неприятно, сколько грязи, столько агрессии, столько ненависти. Так вот, в той ситуации я просто взял и написал свой рассказ о парне Дунгане, о парне Казаха. Два друга, названных брата, два друга, которые спасли, с ценой собственной жизни спасли казахского мальчика. Дунганин и Казах. Вот о чем мы в таких ситуациях должны писать, о добрым, хорошем, что связывает нас. Я просто противопоставил. Ребята, не это главное, вот это, когда мы помогаем, поддерживаем друг друга. Сегодня в состав клуба входят журналисты, ведущих республиканских и областных средств массовой информации, а также эксперты, представители этнокультурных центров. За 10 лет работы было проведено свыше 40 заседаний. В целом участники клуба организуют различные встречи, мастер-классы и форумы. На таких мероприятиях всегда решаются насущные вопросы освещения прессе межэтнических отношений. Журналисты должны тонко и деликатно писать об обычаях и традициях этносов, проживающих в нашей стране. Этими принципами и руководствуются сегодня члены клуба ведущих журналистов. Национальная политика – это очень тонкая сфера, деликатная сфера, очень чувствительная сфера. Даже одним неосторожным словом можно оскорбить национальное чувство, можно задеть. Чтобы писать на эту тему, журналист должен быть очень подготовлен, профессиональный. У него и должны быть все человеческие качества. То есть этот человек должен быть с чистым сердцем, с чистой душой. Такой нормальный во всех отношениях, у которого есть все эти добрые, светлые, хорошие человеческие качества. Ну, о профессионализме я уже не говорю, это само собой разумеющееся. Сегодня, благодаря мудрой политике нашего государства, выходит в свет 34 национальные газеты. Они, как, несомненно, и многие другие СМИ и республики, вносят свою лепту в укрепление межритнических отношений. Ведь главная задача журналистов, освещающих тему национальной политики, – донести до каждого гражданина важность и единство народа нашей страны. В нашей сегодняшней программе мы решили поговорить о культуре и традициях корейского этноса, а также рассказать вам о работе, проводимой Ассоциацией корейцев Алматинской области. Для этого мы посетили Каратальский район, ведь именно туда, в годы массовых репрессий, были депортированы тысячи корейских семей. Сегодня в нашей стране в мире и согласии проживают представители более 130 национальностей. Однако, к сожалению, приходится отметить, что некоторые этносы оказались в Казахстане не по своей воле. В годы массовых репрессий в Казахстан было депортировано свыше одного миллиона человек разных национальностей. Переселение мирного населения длилось 20 лет. Одними из первых в казахстанские степи попали представители корейского этноса. В конце сентября 1937 года первые эшелоны с корейцами-переселенцами стали прибывать в нашу страну. С этого момента начинается история корейцев Казахстана. Это было тяжелое время. Как вспоминают очевидцы, выжить смогли только благодаря помощи казахского народа. Продуктами помогали. Чем могли, помогали. Одежда. Да сами же тоже тяжело. Голод пережили же они тоже в то время. Но все равно помогали нам. Благодаря казахскому народу корейский народ в Казахстане выжил. Благодарность казахскому народу корейцы искренне полюбили Казахстан и стали трудиться во благо своей новой родины. Здесь, в районе города Уштубе, они начали заниматься рисоводством, чем заслужили определенную славу. В Каратальской долине 31 герой социалистического труда, среди которых 27 представителей корейской диаспоры. Но долг казахскому народу, признаются они, никогда не отдать. Ничем нельзя выразить вот эту благодарность. Мама моя рассказывала, как выгрузили нас, а казахские местные ребятишки белыми камнями нас кидали. Мы уж сначала испугались, говорит, а потом, когда посмотрели, это был курт. Чтобы мы с голоду не умерли, они нам курт кидали. Есть в Каратальском районе особое место – гора Бастаби. Именно тут, в землянках, жили депортированные корейцы. Здесь же похоронены те, кто погиб в то страшное время. Сегодня здесь возвышается мемориал казахского кана Уналхыс. Тысяча благодарностей казахского народа. Он был установлен на Ассоциации корейцев Казахстана при поддержке ассамблеи в 2012 году. Отныне именно здесь проходят митинги в честь Дня Благодарности. В 2019 году при поддержке общественности Южной Кореи проведены работы по благоустройству территории, а также был установлен еще один мемориал, надпись на котором гласит «Объединиться под небом в едином». Областной филиал Ассоциации корейцев Казахстана следит за чистотой и порядком в этом особом, можно даже сказать, сакральном месте. Впрочем, допланированная работа еще и завершена. В дальнейшем также планируется работа по благоустройству, по установлению входной группы, также еще один будет мемориал благодарности казахскому народу от общественности Южной Кореи. Думаю, что где-то ближе к осени, наверное, мы данный проект реализуем. Есть у Корейского этнокультурного объединения и Южной Кореи и другие совместные проекты «Благодарность казахскому народу». К примеру, в 2016 году был подписан меморандум между Акиматом области, Ассамблеей и корейской благотворительной компанией «Френд Азия». Последние, в свою очередь, три года бесплатно выполняли ремонтные работы в Алматинской области. Волонтеры, строители из Южной Кореи, прилетали в нашу страну, чтобы помочь людям улучшить их жилищные условия. В результате было отремонтировано 87 домов, где-то проведен капитальный или косметический ремонт, где-то восстановление, утепление стен, перекрытие кровли или установка пластиковых окон. В годы репрессий корейцам пришлось очень тяжело. Они покинули свою родину и приехали сюда. И то, что они выжили и сейчас здесь живут – заслуга местного населения. Корея хотела бы отблагодарить народ Казахстана, поэтому появилась такая программа. Совместные проекты с Южной Кореей касаются также и сферы здравоохранения. Осуществляется реализация проекта по оказанию медицинских услуг населению жителей ЖДСУ. Мы договорились где-то на 10 лет. Текущие два года мы уже это реализовываем. В этом году третий год будет. Такую работу проводим. Также мы в прошлом году договорились еще с одной, с представителями еще одной клиники Южной Кореи по оказанию бесплатных медицинских услуг, имплантации зубов, также населению нашей области. Корейское этнокультурное объединение в Алматинской области было создано в 1989 году. И вот уже почти 20 лет его работу возглавляет Владимир Леонидович Ли. С 2002 года является председателем Корейского этнокультурного объединения Алматинской области. Имеет высшее образование по специальности ученый-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, женат, воспитывает двоих детей. Имеет награды Орден Курмет, Золотую медаль Ассамблеи народов Казахстана, а также юбилейные медали 10 и 20-летия независимости Республики Казахстан. Одним из основных направлений деятельности Корейского объединения является сохранение традиций и культуры своего народа. Эта особая миссия возложена на Совет Старейшин, который был создан в 2005 году. Уважаемые аксакалы постоянно стараются вносить свой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Совет Старейшин создан для того, чтобы обычаи, культуру, песни, танцы вот эти, чтобы не забыли. И мы должны вот эту культуру и обычаи передать своим молодым поколениям. Поэтому мы сейчас стараемся. Совет Старейшин сегодня возглавляет один из почетных аксакалов района Илья Пак. Вместе с супругой Флоры они воспитали четырех детей, имеют шесть внуков и шесть правнуков. Двери его дома всегда открыты для своих коллег, представителей Совета Старейшин. Все вместе они стараются сохранить и передать подрастающим поколениям свои накопленные знания. К примеру, рассказывают технологию приготовления любимых корейских блюд или учат рукоделию. Умение вязать всегда передавалось от матери к дочери. Именно так азам вязания научилась и Маргарита Ким. Сегодня женщина создает потрясающие шали, жилеты, кофты и, конечно, вяжет носочки и тапочки. А потом с большим удовольствием дарит их родным и близким. Когда вещь получилась, чувствую удовлетворение и думаю уже, кому же подойдет, кому подарить. Мама моя в основном она работала на луку. Времени тоже у них так, чтобы постоянно вязала не было. Но иногда, когда время бывало, она сумочки вязала. И раньше они вязали вот эти всякие накидушки на подушке, такие красивые, как оно называется, филейное вязание. Помимо совета старейшин при ассоциации действует молодежное крыло, которое занимается изучением корейского языка. Кроме этого в состав центра входят и самодеятельные коллективы, которые регулярно радуют зрителей своими музыкальными номерами. КОНЕЦ Такие замечательные номера зачастую исполняются на традиционных корейских праздниках. Корейское этнокультурное объединение старается проводить их, собирая вместе представителей разных поколений. Наряду с нашими общеказахстанскими мероприятиями, праздниками, мы также проводим и отмечаем наши национальные праздники. Обязательно это встреча Нового года по восточному лунному календарю, летом у Альтано. Это исконно такой традиционный древний праздник, который знаменует окончание посевной кампании. Накрывается такой хороший, богатый дастархан, и за этим дастарханом празднуют окончание посевной кампании. И вместе с тем эти явства также преподносятся духам наших предков. Как бы считается, что их нужно задобрить с тем, чтобы потом осенью получить хороший урожай. Без прошлого нет будущего. А потому представители Корейского объединения чтят традиции своего народа и смело смотрят в будущее. А планов у Центра, надо сказать, немало. Создать сеть деловых людей, представителей бизнеса. Те, кто действующее и молодое поколение, как бы такое вот сообщество через интернет создать активное. Чтобы через это сообщество выявить профессионалов по всем отраслям. Здравоохранение, образование, бизнес. Здравствуйте. Мы сегодня будем готовить кукси, корейское кукси. Для этого нам понадобятся огурцы, капуста. Мы его уже начинковали, все в готовом виде. Помидоры, перец, курица и мясо говяжье. Значит, что мы делаем? Курицу мы отвариваем, потом мясо, ну, на мелкие кусочки. Ирбаним. Это для тех, кто любит кукси на курином бульоне и с куриным мясом. А все остальное то же самое. Это огурцы. Салат из огурцов. Это из капусты. Вот это называется ве-ча. Это огурцы по-корейски. Ну, а чай это салат. Это ве-ча. И он шинкует мелко. Потом солим, не сильно так. Оставляем. Точно так же огурцы пополам. И шинкуем тоже. Режем тоже, солим. Все это делается по отдельности. А потом масло. Калим масло в сковородке. Лук жарим. Добавляем чеснок, приправу, черный перец. Все вместе и перемешаем. А еще, может быть, блинчики из яиц тоже соломкой режем. Мелко-мелко и можно тоже добавлять. И есть у нас еще второе. Мясо говяжье тоже режем и жарим вместе с луком, со всеми приправами. И делаем куксимури. В него мы добавляем начинкованный огурец, помидоры и мелко нарезанный укроп. Добавляем сахар, уксус, соль и вот этот вот соус корейский. Обязательно в сочетании с уксусом и сахаром придает очень вкусный вкус. Дальше я покажу вам все, как это делается. И наливаем сюда куриное пыльо. Я, например, не люблю куриное пыльо, но я всегда делаю себе холодный кукси. Летом тем более жарко. Поэтому, когда в жару холодный кукси куш, очень классно. Вот кукси наши готовы. Она у нас сегодня получилась очень вкусной. Жарко на улице, а с холодной водой очень вкусно. Приготовьте вместе с нами, кушайте. Приятного всем аппетита! В первое воскресенье июля мы отмечаем замечательный праздник. Национальный день Домбры. Домбра с незапамятных времен сопровождала казахский народ в минуты радости и печали. Через мелодию Домбры из поколения в поколение передаются культурные ценности и традиции. И сегодня этот музыкальный инструмент поистине объединяет народы нашей многонациональной страны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Время нашей программы подошло к концу, но не переключайтесь, впереди вас ждет еще немало интересного. Мы прощаемся с вами ровно на две недели. Берегите себя и своих близких. Всего вам самого доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok